Подготовка сырья, пастеризация и розлив. Три цеха, которые обслуживаются сравнительно небольшим количеством персонала. Он как дирижер направляет и координирует неодушевленный оркестр из сложных механизмов. Такая работа не может не завораживать. Заводы, производство самому мне всегда были интересны, потому что я по образованию инженер, 7 лет работал инженером и периодически посещал такие заведения. Я рад, что в Самаре есть производство и такое по всей стране работает. Я какое-то время работал, но были не подобного типа производства, не конвейерные. Было очень интересно посмотреть, получить опыт, как именно в промышленных масштабах производится какой-то определенный продукт. Экскурсия включает в себя не только прогулку по предприятию. В конференц-зале для гостей подготовили небольшую лекцию, что такое соки и нектары, какие они бывают и чем они отличаются от свежевыжатых. Мы заинтересованы в том, чтобы потребитель видел на своем примере, либо глазами своих детей. В основном мы все-таки, конечно, приглашаем деток, не так часто, как бы хотелось, но тем не менее, для того, чтобы дети понимали, что, как, откуда и почему. И могли рассказать что-то своим родителям в том числе. Визит на производство соков – 15-я по счету экскурсия проекта «Профессия предприниматель». Такие туры рассчитаны в первую очередь на молодежь. Все это бесплатно и проводится в рамках федеральной программы «Ты предприниматель» и национального проекта в поддержку предпринимательства. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Сем亢ин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова